Вот тебе пример. Моя подруга постоянно говорит о своих проблемах в постели, только теперь, когда они вместе уже год, она сказала ему, что он должен сделать, чтобы доставить ей большее наслаждение. И это его очень расстроило. Почему? Он испугался, он начал думать, что был плохим любовником. Может, не надо было ждать так долго? Мужчин слишком легко обидеть. Легче, чем женщин? В этом вопросе точно, да-да. Может, это потому, что мужчинам легче угодить? Я права? Да, возможно. В любом случае. Моя подруга сказала, что прежде, чем начать встречаться со следующим парнем, устроит ему небольшой опрос по поводу пристрастий. Письменный или вслух? Скорее, письменный, но это не будут простые ответы типа «да» или «нет». Например, на вопрос «привлекает ли тебя садо мазохизм?» можно ответить, например, «нет, но хороший шлепок иногда не помешает». Вот так. Понятно. Что-то вроде «любишь ли ты говорить непристойности в постели?» Да, но не так прямо. Скорее, какое слово ты хотел бы услышать? Ну, ты знаешь. Кто, я? Да, какое слово ты хотел бы услышать? Не знаю. Что ты скажешь о слове «пися»? Мне оно нравится. Хорошо. Странно. Насколько извращеннее мы стали за эти девять лет. Да, но, по крайней мере, теперь нам не надо делать вид, что любой сексуальный опыт является переломным моментом в нашей жизни. Знаю, но после такого большого опыта он наверняка должен был износиться. Я сомневаюсь, что за это время ты стала настоящей шлюхой. И на том спасибо. Прости, я не могу. Это правда.